сегодня у меня такой гранд старкс красивый urban вроде как мне его назвали значит салон коричневый достаточно красивый не знаю где у нас шит или в корее значит какие у меня задачи в этой машине в этой машине у меня вот такая дилемма второй ряд сидений у них не поворачивается мне надо сделать из поворачивающих сидений серого цвета в эту машину установить поворачивающиеся механизмы вот в эти сидения установить механизмы так что вот в этом ролике будет такая вот задача с этой стороны одно сидение соответственно с другой стороны такое же сидение вот здесь такая же беда это сидение тоже не поворачивается а это с поворачивающимся механизмом тоже меняем короче это на это то на то это не просто замена перекидывания чехольчиков а это именно с при сохранении всего надо установить вот эту поворотную пластину то есть сейчас я притащу все это в мастерскую буду там уже мудрить потому что здесь я даже сам пока до конца не понимаю что мне надо сделать ребят демонтировал для сидения 4 притащил 2 вынул 2 открутил сейчас буду сравнивать потому что просят точно очень 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 просят чтобы вот это сидение я не знаю я первый раз такое делаю то ли их не покупают мои перекупы вот то ли не знаю почему вот значит это сидение мне его назвали как urban я честно сказать не разбираюсь на на 4 на 4 мотор машина grand star x 4 на 4 это с обычного grand star x а значит ну как видим да здесь вот в этом месте поворотный а здесь даже это не предусмотрено но пластик примерно такой же боковой сильно отличается конечно ничего не скажу здесь не нет про штамповки но низ низ самое главное низ он подходит то есть по внешнему виду идентичен вот если бог даст сейчас я попробую все это дело замутить сши тогда хочу показать как шито ребят я так полагаю это шито корейцами потому что я когда пластик снимал ни одного не было ни на одной пластмасске не было видно что где-то когда-то это демонтировали вот устроена конечно она совсем по-другому блин боюсь я что может и не получится вот это будет беда большая потому что да совсем по-другому устроена здесь совсем другое ну ладно сейчас в общем я все это дело откручиваю возможно может быть я перекину если подходят вот эти вот части перекину суда если они подходят конечно вот и попробую спинки махнуть местами может быть они взаимозаменяемы спинки да здесь ремни безопасности к низу как-то крепится хитро в общем разборка покажет ребят если этот ролик точнее в конце ролика я вам сообщу то есть возможно замена или невозможно да вот смотрите заводские складки какие вот так шьют на заводе ребят если кому интересно urban это сшитый на заводе чехол потому что я не вижу я не вижу чтобы его шили точнее перешивали то сделано конечно все красиво но блин все таки мне кажется это заводской бывает я не знаю это те фанаты которые разбираются в этих машинах они вам скажут как говорится шито это или перешитая но я вот честно сказать не могу заметить смотрите даже как момент окантовки ткани которая будет торчать ее даже окантовали молодцы четко сделано на заводе сто процентов завод ребят но посмотрите какая беда вот как-то можно на заводе вот такую беду делать ребят ужас в общем ждем моего разуме и так неутешительный результат для меня значит я хотел в общем-то заработать сегодня денег тем более я все при разобрал в машине притащил в мастерскую разобрал все обшивки боковые пластиковые это в общем потратил кучу времени значит клиента я денег не возьму за то что не получилось что-то сделать за это не денег я никогда не беру это мои проблемы как мастера значит посадочные места у этих сидений абсолютно одинаковые это обычный grand star x это grand star x 4 на 4 посадочные одинаковые если поставить эти сидения суда или эти с туда работать будут значит какие здесь отличия значит начнем с низа значит пластик ну в принципе пластик нижняя часть пластика в принципе она одинаковая то есть ее можно переставить но это нам ничего не даст значит отличается только вот этой перемычкой а здесь нет перемычки дальше поворотный механизм крепится вот на этих вот лыжах так сказать пере перемычках металлических то есть они не лыжи они не двигаются я неправильно назвал вот на этих металлических перемычках здесь нет то есть просто открутить и прикрутить уже не получается верхняя часть крепится здесь вот таким образом здесь совершенно другим образом то есть этот вариант просто откручивание и замены сразу отпадает дальше я хотел вторым этапом попробовать перекинуть чехлы крепление чехла в принципе если очень сильно постараться можно перекинуть где-то чуть больше где-то в каких-то других местах закрепить можно можно было постараться в общем накинуть все это дело но здесь есть еще спинка ребят спинка совершенно не дает возможность поменять объясню почему значит начнем с того что места крепления то есть не так сейчас скажу спинки абсолютно разные здесь более толстая спинка с механизмом крепления ремня тут более тонкая спинка возможно каркасы там одинаковые но верхи верха отличаются и сильно отличаются низы вот смотрите как они тут крепятся здесь более короткое расстояние здесь более длинное расстояние разница где-то сантиметра полтора конечно можно попробовать вскрыть чехлы и поменять попробовать вот эти чехлы заменить но опять же ребят сварочные работы то есть попробовать можно но сварочные работы вам не избежать из-за ремня безопасности потом ремни вот эти безопасности в принципе которые внизу крепятся сейчас я подниму второе сиденье ну как вам сказать вообще нет не получится знаете почему даже чехлы спинок не получится поменять потому что смотрите вот это все беду надо будет поставить на этот поворотный механизм а эти по поставить туда так что даже этот более так сказать вот который вариант так что я в голове прикинул тоже не подходит так вроде бы сиденья по ширине ничего они вроде как все одинаковые то есть клиент когда приезжает говорит но блин ну что тут руслан тут блин все это поменять ночь ерунда да какая нафиг ерунда вот внешне людям очень часто кажется что здесь ну чё тут два раза плюнуть и поменял так вроде бы смотришь вот сам для себя вроде бы тоже вот думаешь ну да ну хорошо ну ладно эти сиденья то в принципе оба с левым механизмом про управления но второе сиденье то у меня то с правым механизмом одно с левым а другое то с правым хорошо если я даже это сиденье подгоню то второе сиденье никогда не подгоню вот ребят в общем четыре минуты моего резюме ну вот если хотите заморачиваться то без сварочных работ у вас ничего не получится хотите заморочиться берите возможно со сварочными работами что-то конечно и выйдет но я откажусь от этой работы потому что это не работа я не хочу мучиться ребят если честно так что вот такое вот видео она больше познавательное больше поучительное нежели я бы показал бы не получилось мне показать как это делается потому что физически без болгарки и сварки здесь делать нечего потому что сиденье очень сильно отличаются так что всем спасибо кто смотрел видео ребят вообще всех благодарю кто смотрит мои видео у меня хоть какой-то появился маленький но доходик с ютуба но абсолютно маленький ребят по сравнению с другими я смотрю я вообще ничего не зарабатываю в ютубе вот но за просмотры все равно благодарю я надеюсь что и та информация те видео которые я снимаю приносят пользу и вам кто-то смотрит технические видео кто-то смотрит условно развлекательные видео ну я думаю что каждому нравится свое вот все бы всем большое спасибо за просмотр в общем вот такая вот сегодня работа которая должна была получиться не получилось все всем пока я удачи я а но и